Всем салам, в этом видео я разберу поединок двух интересных рубак. А именно бой в полулёгком весе между Дэном Игги и Нейтом Ландвером, а я не буду медлить и приступаю к разбору. Дэн Игги базовый джитсер, он универсально бьётся, а это значит, что он хорош во всех аспектах боя. В стойке он действует хорошо, он имеет динамит в руках и умеет претинговать. Также он обладает борцовскими навыками, которыми старается пользоваться часто. И ещё Игги хорош в грэплинге, так как он может засабмитить соперников. Плюсом Дэна является то, что он имеет огромный бойцовский дух, он идёт до конца. А также он обладает крепким держаком, ведь его ни разу не сумели нокаутировать за карьеру. Нейт Ландвер хорошо бьётся в стойке, он часто идёт в рубку. Его плюсами в ударной технике являются его клинч, локти и прессинг. Но мощи бойцу не хватает, а его минус заключается в том, что он много пропускает и плохо держит удар. Ландвер умеет бороться и от тейкдаунов он отлично защищается. А в последних боях Нейт показывает прогресс в грэплинге. Но главным плюсом Нейта является то, что он умеет переламывать ход событий. Нас ожидает интересное противостояние, откуда будут лететь искры, но я отдам своё предпочтение Дэну Иги. Так как Нейт много пропускает, его можно уронить или даже нокаутировать, а Дэн имеет динамит в кулаках. И ему будет по силам уронить Ландвера или даже отправить в нокаут. И ещё Ландвер пока не сталкивался с топовой оппозицией, а Дэн уже давно бьётся с топами дивизиона. А также Дэн Иги моложе, а Нейт Ландвер уже находится в том возрасте, когда пик уже подходит к концу. А также Дэн Иги не уступает Нейту Ландверу на земле, так как Дэн Иги является обладателем чёрного пояса по этой дисциплине. И на стороне Дэна Иги будет то, что его никто не сумел досрочить за карьеру. И поэтому я думаю, что Нейт Ландвер тоже не сможет его удосрочить. И мой прогноз это победа Дэна Иги нокаутом в первом раунде. А на этом я с вами прощаюсь и до новых разборов.